А смотри, давай поговорим про ответственность. Казалось бы, самое-самое-самое простое. Человек часто слышит, возьми на себя ответственность. А я недавно услышала, это я у Сати услышала, что счастливая женщина – это безответственная женщина. Прикинь, какая подмена. И женщины это слушают и тут же принимают паразитарную форму. Вот паразитка, я размажусь по своему мужу, мне не надо. Я безответственная. Я безответственная. Сати сказал. Да, Сати сказал, на него ответственность за развод. Да, точно. Я это говорю из практического опыта. Ко мне приезжал Гена Бобров. Точно так же, если случался развод, потом был Гена виноват. Поэтому это уже есть практический опыт. Сати идет в том же сегменте рынка, что и Бобров. Без вариантов. Просто его еще не накрыло, но обычно догоняют в спину. Понимаешь, контрольный идет сзади. Вот. Поэтому просто время еще не пришло. Но если брать вообще ответственность, да, если брать вообще ответственность, то смотри, какое интересное чудо происходит. Вот наши мамы, с кем мы работаем. Новые консультации возьмем, которые были последние там три месяца. Насколько быстро пошло развитие детей и классно пошло развитие детей, когда мы рекомендуем, да, ребенок агрессивный, да, там ребенок, его там не хотят брать в сад, да, он там не может ходить в туалет, да, там куча проблем, там и с речью, и с самообслуживанием и со всем. Так зачем вы его тянете туда? Зачем вы заставляете? Заберите домой, начните заниматься сами, подарите любовь, подарите внимание, подарите заботу. Это ваш ребенок. Просто сами сделайте все то, что вы сейчас отдаете делать другим людям. Смотри, какие результаты. Те мамы, которые нас послушали, вот обратная связь, она регулярно приходит. Спасибо, ребенок перестал орать, перестал биться. Успокоился. Началось самообслуживание. Вот сегодня прислали уже на лыжи стал. Пошло, пошло, пошло. Ребенок успокоился. Ребенок с мамой. С мамой. И кто еще успокоился? Первым делом. Мама. Это та мама, у которой есть чувство, у которой сразу смогли запустить чувствительность. Та мама, у которой... Чувства не атрофированы. Да, атрофированные чувства, это практически у всех мам, но иногда их получается запустить быстро. Да, да, да. А иногда мама, как робот-автомат, продолжает молотить. Знаешь, как эта курочка-ряба ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду- и она продолжает молотить башкой и таком случае ребенок отражает ее же проявляет агрессию почему потому что она продолжает его спихивать он ей не нужен она его практически толкает ногами уходи дефектолог пускай тебе мозг сделают с тобой дельфин поплавает а я я к тебе вообще здесь никакого отношения не имею я хорошая мать я же тебя туда ложу и там с тобой заниматься я за тебе один парадокс и невероятный вот он продукт он тебе не нужен отдай в приемную семью там где не нравится ребят что мы говорим периодически что мы говорим и на чем мы настаиваем есть семьи где мы жестко на этом ты отдаешь в семью из своей стаи волкок семью людей и он в течение полугода сюда человеком но если ты хочешь чтобы он стал человеком в семье волков значит тогда волкам придется стать человек а иначе не получится да и вот здесь конечно вот эти вещи удивительно это очевидно настолько мама ведет себя так как будто она просто отказывается это не я родила ребенка это не мой ребенок вот так она ведет ведь это твой ребенок ты же осознай это твой ребенок ты родила значит тебе и надо самой включиться это же ведь плоти с тебя вышло да она из здорового могла выйти нет на трое выходит только из больного держа в больной ты же вот просто а просто вот замри и почувствуй это и начни себя вот просто полюби смотри ребенок выходит из нее до полюби себя которая вышла да а ты что делаешь себя разбрасываешь заберите заберите хоть чуть-чуть заберите да и ребенок тебе показывает как ты сама себе не нужна как ты обесцениваешь себя как ты обесцениваешь свою жизнь да это поломка глубинная которая потом идет к нарушению конечно ты же обесцениваешь свою жизнь грубо буду говорить достала из себя и отки выкидываешь ее даже так да но это настолько так что просто уже не знаешь какими словами разжевывать согласись ну да 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 психика это так и воспринимает ты часть себя не знаешь кому спихнуть да 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 и ты себе лжешь что эта часть тебе нужна при этом для того чтобы оставаться в своих глазах хорошей так вот если ты лгать перестанешь и отдашь хотя бы на полгода до тому кто действительно подарит любовь кто нуждается даже в том чтобы вот коснуться этого счастья да да а это счастье это свет коснуться этого спасителя этого спасителя и тогда все становится на свои места да да прямо вот сейчас включилась и прям чувствую вот это насколько это так а представишь насколько эту боль чувствует ребенок и смотри вот у нас последнее время сколько консультаций было когда отцы заказывали консультаций да 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 и смотри какой выхлоп какой выхлоп невероятный да то есть а какие осознания у отцов не аж мурашки по сути дела контрольный в голову на выход ребенка из болезни всегда дает отец то есть он как бы он в начале стоял зачатие да и он в конце закрывает вот он вот он работа ума смотри страж вот он открывает мир да ну как бы впускает и он же и закрывает да и пока всех не изменится нет оно есть движуха но есть изменения да 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 все равно вот мужчина рядом с ребенком тот который даст ему выход в здоровую жизнь все равно мужчина все равно мужчина и вот так попробуй обесценив мужчину мама мама и как восточный анти мужчина ты виновата ты иди расти ребенка да 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 а я тут джигит такой нахожу иногда хочется развернуть джигит ногой под где ты каким образом ты джигит в каком месте джигит до тебя в голове пусто да пусто на самом деле клави на самом деле ты ты знаешь как выглядит как ведь тоже на самом деле смотри сперматозоида ты это ведь тоже часть мужчины да ты часть себя вывел и убежал да все тип оплата расти больше ничего на российском где-то джигит где ты какой мужчина и ты топчешь еще мало того ты выбросит ищет у женщин топчешь этот цветок до который семечки даст до который будет давать мир от ее топчешь то что ты делаешь то то же самое что вспахал поле посеял пшеницу пошел топтать да да плоды начали сходить а я ногами и ботинками мы можем где тут пшеница где тут хлеб вырос да да так и не вырастет хлеб потому что у тебя ума нет а психика все делает гибко вот смотри там же нету дискретности вообще нигде в психике нету везде только плавность и получается иначе разрушится иллюзия да иначе если у тебя хотя бы где-то появится дискретность у тебя разрушится иллюзия и получается человек ждет волшебной палочки как у гарри поттера да а волшебная палочка она приходит она приходит во времени за счет гибкости проходит время так хобана а я уже забыл я забыл что было поэтому кстати психологи записывают всегда с чем приходил клиент и с чем он уходит для того чтобы доказать что психолог помог понимаешь потому что уже очень много то есть я пришел с одним рюкзаком я записала у тебя был такой рюкзак инвентаризировал а на выходе я инвентаризировал теперь ты ушел с таким рюкзаком на самом деле главное вот этот рюкзак вывернуть выкинуть сказать слышишь зачем ты его таскаешь тебя что ума нет вот мы каждый раз обращаемся ума нет интеллекта нет ум интеллект это разные структуры психики разные до интеллект это то что это вроде а ум это то что формирует дискричность и бутерброд это та структура которая у нас вечная и интеллект у нас передается из жизни в жизнь а ум у нас даётся на жизнь и формируется на жизнь это разные структуры И поэтому и животные Они не могут быть человеками Потому что у них часть Психики совершенно другая У них нет бутерброда У них только есть и личности нет У них свои структуры Отличающиеся от структуры человека И канала осознанности нет У животных Память у них есть Зачатки интеллекта есть Зачатки А интеллект он вечен Он постоянно переходит с тобой Но при этом носитель интеллекта Кто является? Род А род кем является? Тобой же Ведь это мы производим детей И вот когда мать выкидывает своего ребенка Это об интеллекте То есть что надо В первую очередь Если ты видишь, что твой ребенок Не может сам в жизни справляться Неужели ты думаешь Это просто вот Откуда ты из воздуха прилетела? Да? Вот это вот Как это такое? Ну это ведь твое Значит Над чем в роду Надо работать? Не плюй В свой собственный колодец Смотри А как глубоко сказано Плюй Свой собственный колодец Что такое род? Давай посмотрим с другой стороны Родовая воронка Когда у человека В течение жизни Накапливается Очень много Агрессии Гвна Гвостик, говна Куда он сливает? Он сливает воронку В родовую Чтобы хоть как-то Облегчить себя Чтобы облегчить Иначе тело развалится Да То есть Чтобы доиграть игру до конца У него есть возможность Слить это говно в род Да Так что Род тебе может дать обратно В твою поддержку Когда ты попросишь Ресурс у рода Да Он это тебе и дает И теперь смотри Тогда мы возьмем Славянские ритуалы Есть те Кто род наполнил светом И род им даст свет Но Человек светом И благодарностью Род наполняет Крайне редко Это действительно Человек Очень с сильным Сознанием Да А когда поднимаешь Род человеку Ты видишь Что там Например Было сознание в роду Которое когда-то Туда влило свет Ну В основная масса рода Это то Что человек слил То что он Как в унитаз Имел в своей жизни Ну как в унитаз Как в унитаз И на выходе Унитаз тебе обратно Выдает Вот ты получаешь Родовое заболевание Артрис Ты же ведь не чистишь За собой Да Все пошло Вот оно тебе возвращается И потом Отработка рода Род привет прислал В большинстве слов От рода идут Такие приветы Смотри Славянисты Маги Ритуалы И так далее Там попрыгаем Через костел Я просто в этом всем Участвовала Я все это прошла На себе А вот А потом ты не понимаешь А что это с родом Твоим творится Да И откуда тебе Столько навозов В жизнь полетело Там просто лопатами Да Так это ты свой Вычерпал Тебе род так Ты же попросил Тебе еще подгрузили Еще давай Да Еще давай И получается Откуда много ресурсов В роду Так ты же ресурс Туда и слил Ты же вместе с говном И ресурс сливаешь Свой Собственный И потом Получи Ресурс приходит На тебе Но с говном Но с говном Петевую водичку Надо еще Отфильтровать Блин Даже Даже когда мы Вот сейчас Об этом говорим Скажи Что еще больше Глубина открывается Просто вот Не все скажешь На камеру А идет Прямо вот еще Глубже И ты понимаешь Такую глубину И суть И при этом Насколько Рот Если ты туда Если ты туда Слил свет Насколько Рот Мощно Дает поддержку А почему Мощно Потому что Ты не плюнул А ты Свет Ты сам Есть свет И ты Подсвечиваешь Роду Постоянно То есть Смотри Если ты Если ты Не плюешь Свой собственный Колодец Ведь Говорит о чем Если вот Из рода Идут болезни Из рода Болезни Это говорит о том Что ты Сливал сам И продолжаешь Сейчас же Сливать туда Вот это вот Говно Которое ты Не прорабатываешь Ты обвиняешь Кого угодно Кого угодно Абсолютно Только не я Твой интеллект Исчерпан Ведь это говорит Об интеллекте На самом деле А когда человек Развивается Идет ребенку Идет от матери Да Так это наукой Доказанный факт Понимаешь Когда ты Ты сам Ну это Настолько логично Как два Плюс два Как один Плюс один Логично Когда ты Сам развиваешься Ну естественно Что ты можешь Дать своему ребенку Что ты можешь Дать своей жизни Своему роду Ну конечно же Интеллект Он развивает Ты развиваешься Рост Развитие Расцвет Нет Ну тогда мы будем Говорить о целостности Человека А смотри Какая целостность Когда ты Размазан по коллективному Да Когда ты Делаешь для других Да А тебя нет А тебя нет Ведь можно Совершать одно и то же Тупо действие Вот как на стриме Задавался вопрос Я не должна там Развивать ребенка Нет Ты можешь развивать Ребенка для других Ты можешь развивать Ребенка для себя Когда ты это делаешь Для других Ты размазываешься Тебя нет Когда ты это делаешь Для себя Ты ловишь кайф Ты кайфуешь от жизни У тебя начинается счастье Ты наполняешься Энергией жизни Ну вот Смотри А действия одно и то же Смотри Да А смотри Что ты Вот только что Две вещи разные Одинаковые И в то же время По-разному прозвучали В смысле Точно так же с ответственностью Ты выносишь ответственность На все Да Ты гребешь А точно так же Если ты живешь Для всех То ты гребешь То есть смотри Везде ты Если ты для внешнего И внешне обвиняешь И на внешний вынос То где ты Нет вообще тебя Нет Пусто Пусто И тогда о целостности Вообще речи быть не может Вообще Это возвращение к себе Начинается с возвращения любви Возвращения разума Возвращения интеллекта Возвращения чувств Возвращения всего Но смотри Сколько мы курсов дали по целостности Там целая сборка была По сборке себя Какие курсы были Крутые Обалденные курсы Они воспринимаются просто Это начальный этап сборки То есть Вот на те курсы Что мы сейчас даем Прийти Не имея этого Ну это ты возьмешь 50% А там были офигенные программы И я знаю Что пока они есть записи Они офигенные Их хрен кто когда повторит Ни один психолог Кстати ни один психолог Не повторит Ты видела Как наши слова Пытаются Во-первых повторять Вообще Чуть ли не читая По бумажке Да Смешно А во-вторых Вырывая просто Из контекста Потому что Потому что не могут Суть они не могут У них нет Суть они не могут Словить Да И самое прикольное Что все равно Не могут оторваться Снаружного Да А бог все равно Снаружи Держится Держится Знаешь Это напоминает Как в ледниковом периоде Эта мышь Так Точно Точно Это последний ролик АллатРа АллатРа Который выдал Я так ржала Это конкретно Эта мышь С ледникового периода Точно Точно Это конечно ржач Человек не может Без концепции Как это вернуться К себе Без концепции Нет Я все равно Концепцию какую-нибудь Придумаю Для того чтобы А иначе Как же я буду Управлять тупыми Вот пока ты видишь В них тупых Ты в говне Вот когда ты увидишь В них свет Тогда поговорим с тобой Тогда в тебе Проснулся человек Да И при этом Смотри по парадоксу Мы видим интеллект Мы видим это Видим Осознаем И помогаем И тоже по парадоксу Вот казалось бы Вот нахрен нам Сидеть и заниматься Аутизмом Заниматься Этими болезнями Которые сейчас Будут тяжелые Смотри какая штука Да А с другой стороны Я настолько глубоко Понимаю Видя вот эту Возможность Дать этому семечке Вырасти здоровому Мы это семечко Садим куда? В себя Мы в этом семечке В здоровом Видим свое отражение И если мы это Не делаем То мы Угасаем Сами Наш костер Дрова Заканчивается Парадокс Парадокс Только помогая другим Ты растешь сам Ты помогаешь себе Ты помогаешь себе Даже смотри Ведь мы Когда говорим Ну вот Когда мы видим человека Там его насквозь Видишь сразу Ведь у нас Не возникает Злость Агрессия У нас что возникает? Полное принятие Мы прозрачность Да У нас полное принятие Мы сразу Что нам Вот Во-первых Во-вторых Во-вторых В каком контексте Мы все время С тобой общаемся В легком Мы смеемся Мы То есть У нас Нет напряжения Да Но при этом Есть желание Желание помочь Согласись Потому что Интерес помочь Даже не желание Интерес Именно Именно Интерес Что получится Интерес Да Я с тобой полностью Именно интерес И вот этот интерес Он знаешь Как Он такой детский Хочется Вот именно Расторжен Да 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 Что будет Глаза при этом горят Чем сложнее Тем прикольнее Интереснее Да 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 И ловишь себя На этом постоянно Как ребенку Да говоришь Туда нельзя Туда Да Одно Туда будет Внимание Да И держишь внимание Как получится И потом смотришь Как это можно сделать А вот здесь Не получается Как мы вот Столкнулись Вот недавно Как у человека Ты зачистил Всю информацию А у него Все равно Висит больная Информация Где она Может висеть Вот уже Равносильно Вот как ты Срезал Как-то Вот когда Полют грядки Корни Обрубил Уже все Уже осталось Казалось Сорняк Уже лежит Все Он без корней Он должен засохнуть А потом раз А вот он засохнет Или он прорастет Пройдет дождик Или не пройдет Это же зависит От самого человека Да Но ты получается Этот сорняк Подрубил Но ты его не можешь убрать Да Где находится информация Об этом сорняке Уже срубленном А вот И ты ищешь Лазишь Потому что Глубины психики Невероятны Мы описали Еще только часть Мы дали целостный взгляд Мы разложили Как это все выглядит Фронтально Горизонтально Но Но В глубинах Еще там Ковыряться И ковыряться И если брать Точечно То человек Получается На порядок Сложнее Самого сложного Компьютера Но при этом Он точно так же Перепрограммируется И точно так же Опять-таки Он перепрограммируется Но он перепрограммируется Не в выключенном состоянии А в включенном Только включен Когда он сам включен И когда он сам говорит Да Вот это меняем Да Я вот здесь изменю реакцию Да Я вот здесь И именно он в реальности Меняет проявление А мы в глубинах психики Меняем И тогда вот этот симбиоз Дает офигенный результат Но это совместная работа Но никак не сделайте Это когда компьютер Становится человеком То есть машина Становится человеком И вот тогда Идет Самоочистка Самовосстановление Идет жизнь А сколько я вот сталкивалась Особенно на ранних этапах Работает После первой консультации Часто бывает Ой, ребенок агрессивный Он орет Ну сделайте что-нибудь Он такой Он такой Он такой Я читаю Понимаю Я так его ненавижу Да Я так не знаю Как он мне надоел Сколько уже можно Почему этот мусор возле меня Почистите Уберите этот мусор Побойте мне жопу Да И читаешь И понимаешь Блин Сколько еще работ Нет, дорогая Мама Это твое зеркало Твоя подавленная злость Сейчас орет На себя Твоя ненависть К себе орет Да Ты просто Ты осознай глубина Ребенок тебе Ребенок чистый свет Пришел в твою жизнь И показывает тебе Себя же Тебя же Ту гнилую Которую ты видишь Блин Осознай эту Огромную благодарность К этому спасителю Вот осознай Люди ждут Спаситель Придет спасет Блин Да вы рождаете Спасителей Каждый раз И каждый раз засираете И вы засираете Просто Вот просто Даже не осознаете Что у вас в руках Очевидно И начинает Отказываться Начинает плевать Уберите Уберите Блин Да ты же Осознай Что это Огромная Любовь Пришла к тебе Которая Это надо Какую любовь Иметь Чтобы на себя Взять Вот эту роль Показать Твою Хрязь Да На самом деле Вот сколько с детьми было Откажись от родителей Пускай она сама выгребет За счет своего собственного здоровья Пускай выгребет Ну переболеет Ну перегниет Ну по операциям пройдет Но У тебя быстро пойдет развитие Ни хрена Дети от родителей не отказываются А родители от детей отказываются А ведь ребенок Да А ведь ребенок приходит в жизнь Для того чтобы Начни с чистого листа Начни Давай мама Будем с тобой твести Будем развиваться вместе Вот я пришел Ресурс Смотри сколько много Смотри Давай А мама начинает А родители начинают Его заляпывать Говно Это то же самое Что человек утром просыпается И так Вот он проснулся Еще не осознает себя Да Еще Ну вот Даже не помнит Вчерашний день И ему так хорошо А потом Что-то мне хорошо Странно Что-то мне хорошо А что-то у меня было вчера А-а-а И пошел нагружать на себя Начни день Чисто Нет Берет оттуда Вот это то же самое С ребенком Ты знаешь Я иногда смотрю На вот эти Зверства Родителей Вот Вова пришел Пару дней назад И говорит Вот А-а-а-а На второй квартире Да Соседи Говорит Там Друзья к нему приезжают Входят в квартиру Говорит Слушайте А кто у вас так На ребенка матами кричит И ты же понимаешь В семье психов Будет псих Да В семье здоровых Будет здоровый В семье больных Будет больной И только человек Не хочет признать И видеть этого Да Если ты псих Значит Либо ты изменишься Либо ты Отдашь ребенка И он вырастет В здоровой среде Пускай вырастут Другие родители Ну не родители Воспитатели Пускай ребенок знает Что ты родитель Но Чтобы у него было С кого скопировать Информацию Да Потому что дети Только копируют Информацию Другого Другого типа Загрузки Информации нету Они копируются С окружающих Они копируют С родителей Они копируют С учителей Они копируют С преподавателей Они копируют 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 У нас один Один канал Загрузки информации Копирование И при этом У нас Как у человека Должен работать Канал осознавания Он тоже один А канал осознавания Запускается Только через боль Только через боль Либо ты осознаешь Сразу И выносишь опыт Но если ты Не выносишь опыт Если у тебя Этот канал Перекрытся То его будет Пробивать Через боль Через болезнь И вот она Про целостность Если ты сразу Берешь на себя Ответственность За жизнь Только этим Ты уже говоришь Нет Я не откладываю Яйца свои в рот Я не откладываю В карму Я не откладываю Никуда Мне не надо Повторное проживание Сюжета Я взял ответственность Уже на себя И здесь и сейчас Я сейчас разберусь С этим И я отвожу себе Время на том Что осознать И разобраться С этим сюжетом Я его завершаю Вывожу в благодарность И все И тогда нету Ни рода Ни кармы И тогда твое зеркало Чистое Все чистое Завершено Игра завершается Через благодарность Через осознание И тогда создание Но это невозможно Без отсутствия ответственности Ну просто Нереально Абсолютно И тогда Сделать женщиной Безответственную Получить Это засунуть ее В унитаз С головой И смыть Вот и твое место там Радуйся Булькой Кто же тебя рожает Да А кто тебе родит детей Тебе из уличных детей Живи родят Да Да Это безумие Я говорю Я смотрю на ухо Это безумие полное Да Сейчас знаешь Опять пришло Вот опять По образу и подобию идет Это точно так же Человек утром Видишь У меня день и ночь Чтобы больше понятно было Человеку Утром человек Рождается Белый лист бумаги У него Да Вот он Новый день Начни У тебя новая возможность Начни Нет он гадит Это точно Один в один Рождается ребенок Новый день У тебя Новая возможность Тебя благодаря ребенку Новый день Новая жизнь Нет Тянет Смотри Все по образу и подобию Точно так Наши Каждый день Мы каждый день рождаемся С новыми С новыми возможностями Возьми ответственность за этот день на себя. Возьми. И ты станешь создателем. Нет. Самое интересное. Женщина беременеет. Носит ребенка. Медициной доказанный факт. Он даже имеет научное название. Хондриоз или какой-то, я не знаю, как это правильно называется. Но есть такая херня. Ребенок находится в утробе матери. Если в это время у матери есть заболевания, включая аутоиммунные, хронические, любые заболевания. Кстати, мой жизненный пример с Вовой то же самое. У меня же было плохое заболевание, когда я забеременела. К концу беременности у меня не было заболевания. То есть клетки ребенка, находясь в клетках матери, спасают мать и убирают заболевание. Это уже известный факт. Но есть конфликты, когда клетки ребенка попадают в организм матери и начинают убивать мать. Это тоже есть в науке. Вот он. Хочешь ты ребенка или не хочешь? Пускаешь ты его в свою жизнь или не пускаешь? Это ты думаешь, что никто не знает, что ты думаешь. Вот твой ребенок тебе все покажет. Все покажет. Все то, что ты есть на самом деле. И это на физическом уровне. И здесь далеко ходить не надо. Мы с психики это видим, как это будет работать. А тело всего лишь вторично оно проявит. И когда ты смотришь с психики, ты четко видишь, никакой объективной реальности нет. Есть реальность, твоя психическая. Только субъективная. И все ты производишь. Но ты ни за что не хочешь брать ответственность. Отвечать, да. Потому что ты Бога распылила по наружу и сказала, это он, он мне послал. А я дурак, такой болванчик, да, сижу. А я такая хорошая. Хорошая равно чему? Пустоте. Пустоте. Пустая. Просто пустышка. И вот эту пустоту надо время заполнить, чтобы к ней вернулся разум. Потому что именно к женщине. Да. У женщины разум не отключается никогда. Да. Но он иногда настолько рассыпается. Он в ней всегда присутствует. Настолько рассыпается о пустоту. Да. Вот точно рассыпается. Он, знаешь, как в вакууме. В вакууме. Зависает. И зависло. И нет информации. Потому что пусто. И пока никого нет дома, он не работает. А когда кто-то возвращается, и у женщины разум включается, а у мужчины включается ум. Ну вот он, начало и... И конец. И он очертил рамочки. Вот от сель до сель мы играем в аутизм. Да, да, да. Вот когда я решу, что мы не играем в аутизм, тогда и хорошо. А не решу, будете играть вечно. Угу. Все. Ограничил. Ограничил. Отец. А женщина, именно женщина дает жизнь, и она расширяет жизнь. Ну, блин, она же подчиняется. Там ее... И это ее решение подчиняется. Она там может выйти. Потому что она может... Она все. Женщина это все, да. Как сознание. Когда течет сознание, мы видим, вот оно перетекает, и оно идет в родовую ловушку. Оно может эту ловушку пройти насквозь. Легко. Может пройти над ней. Легко. Куда направишь. Но если не направлять, оно идет в ловушку. Почему? А так прикольно. Игра. Такая игра. Я играю. Я играю. Ребенок играет. Играет. Чистый детский свет играет. А ты по завету сознанию летит над всеми ловушками. Потому что предложили более интересную игру. Играем. Да, да. Давай сыграем мне в эту херню, давай вот в эту сыграем. Пошло. Красиво, да. Красиво. И тогда жизнь меняется. Ну, смотри, мы говорим те вещи, о которых большинство людей говорит. Покажите, я покажу. Да, на самом деле мы говорим такие вещи, которые есть в сказках. Они есть. Они есть. Они есть. Но только в сказках настоящих, вот этих чистых сказках. Они в древних книгах, но эти книги, они закрыты. Но сказки-то никто не закрывал. Да, да. Ну, и умами. Умами. Ограниченными, прошу заметить. Любящими власть. Да, да. А в сказках оно просачивается. Не сразу догнали, что сказки несут мудрость. Не сразу догнали. Потом, когда стали, начали... Да, когда догнали, уже начали искажать и хватать интерес вот этого ребенка, увлекать новым чем-то. Но они-то те остались. И там мудрость. Знаний. И там мудрость и знания.